Это будет ТОП лучших карабинов в пистолетном калибре, по мнению зрителей канала Practical Shooting. Какой карабин пистолетного калибра лучший из тех, что произведены в России и годится для практической стрельбы? Такой вопрос я задал нашим подписчикам в Телеграме, и несколько сот человек проголосовали за свой вариант. Если бы я выражал свое сугубо личное мнение, то оно могло вызвать бы споры, но все-таки глаз народа это глаз истины. Как я сказал, в нашем ТОПе представлены только карабины российского производства. И здесь нет иностранных MPX, которых буквально пару штук есть в нашей стране. Чуть побольше есть карабинов ADC, но тоже незначительное количество, и совсем мало Taurus. Также в нашем ТОПе не будет откровенно неподходящих карабинов типа ППШ. Сразу сделаю оговорку. Некоторые карабины, представленные в двух калибрах, значатся в одной строчке. Потому что я, честно говоря, считаю, что эти карабины, по сути, одно и то же, потому что калибр 345,9х19, по факту, это один и тот же калибр. То, что касается карабина Altai, там есть все-таки разница, более быстрый патрон, чуть-чуть другая отдача, но все-таки Altai 345,9х19, это очень похожие патроны, поэтому они у нас значатся в одном списке. Согласно мнению зрителей, последнее место в нашем списке занимает Курбатов R701. Я немножко удивлен, потому что, в принципе, этот карабин появляется у нас на площадках. Из него стреляет несколько человек, некоторые из него стреляют регулярно и постоянно, но почему-то он не снискал славы. Возможно, это из-за его неудачного дизайна. Все-таки оружие должно быть красиво, потому что при покупке оружия, при выборе оружия на той стороне стоит человек, а у человека есть свое чувство прекрасного, какая-то эстетика. В этом карабине маловато эстетики, он похож на какого-то горбатого единорога. Не в обиду будет сказано, но все-таки дизайн играет, наверное, значительную роль, поэтому карабин R701 занял последнее место. 2% и предпоследнее место у второго карабина от Курбатова. Вообще, этот карабин как-то мало рекламируется, мало представлен в Ютьюбе, и я его видел буквально пару раз. Один раз из него пострелял, впечатления у меня сложились вполне конкретные об этом карабине. Этот карабин построен на базе AR-15, он в отличие от своего предшественника имеет более традиционный дизайн, но это совершенно пустой карабин, который продается без ДТК, который продается без всяких расширителей и хитроумных буферных систем. Собственно, этот карабин придется купить и доделывать, достраивать до спортивного состояния. Второе, этот карабин очень мало и слабо представлен у нас в руках стрелков, поэтому если вы его увидите, ну, присмотритесь, может быть, даже и попробуйте. Ну и другая причина, поскольку этот карабин мало используется стрелками, непонятно, сколько настрела он может выдержать, насколько качественный в нем комплектующий и насколько надежно работает эта система. Шестое-седьмое место в нашем ТОПе разделяет Сестрорецкий оружейный завод с его карабином ARKAN. Этот карабин также выпускается в двух калибрах 345,9х19, и этот карабин, в частности, на наших тренировках представлен очень широко, сразу много появилось этих карабинов. Надо сказать, что проблем роста у него предостаточно. Ломается то одно, то другое, и, в принципе, карабин весьма интересен в плане дизайна. У него самый, наверное, оригинальный дизайн среди всех других карабинов. У него хорошее качество, в принципе, изготовления, обработки частей. Но то тут, то там встречаются проблемы совершенно неожиданные. Но эти проблемы ожиданы с точки зрения того, что это новый, молодой, новорожденный карабин, который, конечно, будет еще какое-то время иметь проблемы. И если производитель будет реагировать, и если он будет постоянно работать над усовершенствованием, они его приведут, конечно, в хорошее состояние. Несколько карабинов, которые используются на наших тренировках, на первых парах не работали совсем, а потом они более-менее неплохо заработали. Особенно, когда туда поставили хорошую буферную систему, когда поменяли УСМ. В целом, карабин интересный, на мой взгляд. И у него есть перспективы в стрельбе. Вместе с тем, я сделаю обзор на этот карабин. Мне удалось из него достаточно много пострелять и оценить его в работе. Возможно, и вам будет интересно посмотреть, что же это за карабин. Также с четырьмя процентами голосов шестое и седьмое место разделяет еще один карабин. И это для меня сюрприз. Карабин от компании Custom Guns New Level. Этот карабин в калибре 9х19 уже долго стреляет. Он стреляет уже с весны прошлого года. Первый раз мне удалось из него пострелять. Еще прошлой весной в Казани этот карабин был очень классный. Но это был еще прототип. И прототип карабина имел великолепную отдачу, очень хорошее качество изготовления. Но он имел какие-то внешние косяки. Где-то что-то потерто, где-то что-то дорабатывалось. Но в целом карабин стрелял очень круто. И с тех пор прошел год, этот карабин еще не вышел в широкую продажу. Но он уже появляется у наших лучших стрелков, которые начинают его использовать. И вообще компания Custom Guns, у нее самый главный плюс. Они не спешат выбрасывать продукт на рынок. Они сами его тестируют. Сами практически все, кто работает в этой компании, они все стрелки. Они понимают суть проблемы. Они понимают, что требуется тестирование тысячами выстрелов. Несмотря на то, что это новый карабин, он уже набирает 4%. Когда он попадет в общую продажу, когда будет много карабинов в руках стрелков, возможно, он еще приподнимется. Карабин из Вятских Полян. Это ВПО 185-285. Карабин в двух калибрах. 9х19 и Алтай. Алтай не признан у нас в практической стрельбе. Но, тем не менее, стрелки рассчитывают, что через какое-то время этот барнаульский патрон будет принят в практической стрельбе в России. Сегодня официально он участвовать в соревнованиях не может. Это, наверное, самый некрасивый внешний карабин, хотя на вкус и цвет товарищей нет. Видите, нашлось 7% людей, которым нравится этот карабин. Но в основном он нравится, судя по комментариям, после того, как с ним произойдет серьезная работа. В первую очередь избавиться от неудобного приклада. Поменяют ловер, поставят расширитель, поставят ДТК, поставят цевьё и много чего поставят. Да, и новый ОСМ и какие-то другие элементы. В итоге это практически другой карабин. И многие покупают его как конструктор для того, чтобы сделать из него что-то иное. На мой взгляд, это сомнительный подход, но есть поклонники у такого подхода. И почему бы и нет. Лично на меня этот карабин произвел удручающее впечатление. Поставив на него ловер от LA Custom, этот ловер не работал. Потом был приобретен другой ловер, тоже поставлен. И тоже были проблемы с ОСМ. Все это отправлено было производителю. Возможно, в ближайшее время проблема будет исправлена. У некоторых это штука, ловер, которая позволяет поставить новый приклад, удобную ручку поменять на нормальный предохранитель. Эта система у некоторых работает. Но вот в моем случае у двух стрелков этот карабин не работал пока с ловером. Можно обойтись и без ловера. Есть вообще поклонники. Например, мой товарищ Андрей. Он стреляет из этого карабина в новом сезоне и считает, что это очень хороший карабин. Но он волен ошибаться, я волен ошибаться. Короче, идем дальше. Сразу по 8% голосов получили два карабина. Sport Weapon Custom и ТК 509-510. Sport Weapon Custom все время совершенствует свою систему. Они вводят новые элементы, новые генерации. Они устраняют те проблемы. Некоторые по многу раз к ним ездят. Некоторые покупают и с коробки стреляют. В целом, карабин интересный. Он имеет некоторые эргономические преимущества. Есть большой обзор об этом карабине. Вы можете посмотреть его на нашем канале. В целом, карабин хороший, но некоторые имеют какие-то проблемы. Например, с подачей патрона или выпаданием магазинов. Один из его недостатков – это плохая совместимость с другими комплектующими и с другими буферными системами. Из плюсов – у него очень хороший ударно-спусковой механизм. При этом у него очень удобная рукоятка перезаряжания. Другой карабин производства компании Тех Крим. 509-510 модель, которые стреляют 345-м калибром и 9х19. Этот карабин сначала работал плохо, имел недостатки по качеству, по покраске, по литью, какие-то другие элементы. Но довольно быстро, даже неожиданно быстро, он стал очень хорошо работать. И у некоторых стрелков он работает просто безотказно. Наверное, это десятки уже карабинов, которые выступают на соревнованиях и делают это очень уверенно. То есть ребята нашли проблемы, нашли те причины, по которым карабин не работал, барахлил. Да и качество изготовления выросло просто значительно. Теперь уже приглядываясь через лупу, смотришь – это вполне нормальный карабин. Конечно, я поправлюсь и скажу, что на первых порах, когда этот карабин собирался, он мог, например, отстрелять 2000 выстрелов, а потом вдруг начать кашлять. Или мог сначала не работать, а потом после какого-то запила, например, рукоятка, которая внутри касалась корпуса, мешала нормально двигаться затвору, она притиралась, и карабин работал хорошо. Опять же, у нас есть обзор этого карабина на канале, который вы тоже можете посмотреть. Мы подходим к финалу. Второе место. Этот карабин имеет очень большой отрыв от всех остальных. 22% среди всех наших стрелков, зрителей и подписчиков считает этот карабин одним из лучших. Это Союз ТМ, СТМ-9, СТМ-922, стреляющий в калибрах 9х19 и Алтай. Это действительно качественный, хороший, проработанный карабин, который умеет практически все, что нужно для высших достижений. Если бы я делал свой топ на сегодняшний день, то в моем личном топе он бы занял не второе, а первое место. Потому что мой карабин доведен до ума и работает надежно, попадает великолепно, пары кладет отлично. Но при этом он имеет такой недостаток, как высокая цена. А другой недостаток, если вы его заказали, вам ждать его придется два, может быть три месяца. Ну что ж, поделать, раз он пользуется таким спросом. 22% это очень большая цифра, но 44% среди всех наших зрителей выбрали победителя. Итак, лучший карабин, по мнению зрителей нашего канала, это карабин Сайга-9-ТР-9. Это баланс качества и цены. Конечно, из коробки этот карабин не очень хороший. Очень плохой приклад, есть проблемы с выламыванием направляющих, какие-то другие проблемы. Но в целом, после того, особенно как провести тюнинг или купить уже сразу затюненную версию этого карабина... Кстати, довести свой ствол до чемпионского состояния вы сможете на нашем сайте pschannel.ru У нас собраны лучшие компоненты для тюнинга. И, безусловно, этим самым вы поддержите наш канал. Заходите на pschannel.ru Это просто очень хорошая вещь. Я действительно согласен с нашими подписчиками. И если меня спрашивают, скажи, какой карабин лучше все-таки взять, я другу посоветую. Если он хочет сэкономить, то он практически получит 90% от того, чтобы он получил от дорогого топового карабина, например, STM-9. Это 90% за разумные деньги. Когда мы говорим о STM, например, 9, то это 100%, но за очень большие деньги. Ну, вот такой выбор. Вот если у вас есть определенные ограничения бюджетные, то, конечно, Saiga 9, TR-9 очень хороший вариант. Тем более в 345-м калибре он по факту не уступает калибру 9х19. Это, по сути, одна и та же модель. Один и тот же карабин, что Saiga 9, что TR-9. Так что TR-9 довольно заслуженно занимает первое место в нашем топе. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что в нем происходит сейчас основная жизнь. Там я делюсь новостями, видео с наших тренировок, какие-то опросы, какие-то новости, какие-то курьезы. Поэтому имеет смысл подписаться на наш телеграм, в описании будет ссылка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok